Как мы уже сообщали, президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев 13-14 декабря посетил Кашкадаринскую область с целью ознакомления с ходом социально-экономических реформ, проводимой на местах созидательной работой, реализации крупных проектов. О программе второго дня более подробно в материалах наших корреспондентов. И второй день рабочей поездки президента Шавката Мерзиёева в Кашкадаринскую область был отмечен значимыми событиями. В Корши прошла встреча руководителя страны с активом региона. Диалог в подобном формате, объединяющем тысячи людей посредством видеоселекторной связи, каждый раз отличается особой энергетикой, деловым настроем, глубоким анализом, чётким видением перспектив дальнейшего развития региона, фактажом, построенным на сравнении, что мы имели вчера, чего добились за прошедший период, какие масштабные проекты и программы предстоит реализовать в краткой и среднесрочной перспективе. Глава государства своим выступлением на несколько часов приковал внимание участников встречи. Они пролетели как на одном дыхании, ведь диалог шёл конструктивно, открытый, наполненный особым человеческим теплом. Прозвучало немало цифр статистики, за которыми рассказ о том, как меняется жизнь людей, живущих в городах, районных центрах, самых отдалённых селениях. Так важно, отметил президент, подводить, анализировать итоги проделанной работы в наше стремительное время, век глобализации, выстраивать чёткие векторы во внешней и внутренней политике. Во всех начинаниях мы должны помнить о нашем важнейшем приоритете – интересах людей. И действительно, сегодня делается в этом направлении много. Авторитетное, мировое сообщество, эксперты, государственные деятели высоко оценивают реформы, осуществляемые в Узбекистане. Из уроков истории, сказал президент, мы должны делать далеко идущие выводы, детально продумывать шаги в реформировании экономического сектора. Кашкадарья подчеркнул президент – это регион, обладающий огромным потенциалом, который важно задействовать во всех направлениях. Это и реализация новых высокотехнологичных проектов, к примеру, строительство завода «Узбекистан-Джи-Ти-Эл», коих в мире единицы, осуществление программ по повышению занятости населения за счет развития новых перспективных направлений аграрного сектора. Системная поддержка малого бизнеса. Говорил президент в эти минуты о факторе личной ответственности, важности и отказа от устаревших методов работы, необходимости более активного участия гражданских институтов в процессах реформирования страны. Только самоотдачей, неустанным трудом, подчеркнул руководитель страны, мы сможем добиться поставленных результатов. К примеру, по привлечению инвестиций, которые сегодня, сказал глава государства, является кровью экономики. Созданию законченных текстильных кластеров с выходом в конечном итоге продукции с высокой добавленной стоимостью. Реформирование медицины, как залог обеспечения здоровья народа. Все проекты должны быть ориентированы на то, чтобы наши люди были удовлетворены жизнью, сказал Шавкат Мерзиёев. А потому в обществе должна царить атмосфера конкуренции. Именно благодаря ей будет развитие, будет расти рыночная экономика. Прошло время, сказал президент, высокопарных лозунгов. Настал момент конкретных действий. Так в рамках программ «Обот кишлок» и «Обот махаля» прозвучало в эти минуты. В этом году благоустроено 28 кишлоков и 4 махали. В 2019-м на реализацию проектов будет направлено 480 миллиардов сумм, или почти в два раза больше, чем в 2018-м. Особое внимание уделят строительству жилья по сниженной стоимости, решению вопросов обеспечения людей питьевой водой. Говорил президент о задачах по развитию дошкольного образования, необходимости расширения сети частных детских садов, о строительстве дополнительных общеобразовательных школ в Диханабадском, Черокчинском, Камашинском, Мерешкорском и Аккабакском районах, обозначенный руководителем страны и задачей по развитию вузовского образования. Детально остановился Шавкат Мерзиёев на сфере здравоохранения. Основная задача современного этапа прозвучала обеспечить квалифицированными специалистами системную подготовку врачей. Так, чтобы опыт Кашкадарии в этой сфере стал для всей страны показательным. В 2019-м поставлена задача уделить внимание модернизации семейных поликлиник, развитию частного сектора. Рассказал президент о реализуемых проектов в экономике. Наша задача строить самые современные предприятия, и они станут инфраструктурообразующими, то есть именно вокруг них будут возводиться новые детсады, школы и другие объекты социального назначения. Сколько ресурсов в регионе? Кашкадаря, подчеркнул президент, просто обязана быть в числе лучших. Говорил руководитель страны о важности комплексного решения вопросов обеспечения занятости населения за счет развития малого бизнеса и частного предпринимательства, привлечения инвестиций в районы. Об ответственности за эту работу руководителей дипломатических миссий нашей страны в зарубежных странах. Каждый хаким, руководители секторов должны заниматься социальной сферой, встречаться с людьми. Но где подобная инициатива, задал прямой вопрос президент. Надо признаться, ее сегодня не хватает. В том числе в работе по привлечению зарубежных инвестиций в отрасли экономики. Президентам поручено провести глубокий анализ и предпринять действенные меры по вводу в строй заводов по выпуску строительных материалов, еще более широкому освоению залежей полезных ископаемых. Внедрить не только в столицы, но и в регионах новые технологии возведения объектов. Вновь и вновь подвергалась критике главой государства инертность, безинициативность руководителей всех уровней в реализации задач социально-экономического развития региона. Подчеркивалась необходимость кардинально изменить подходы в работе, активно изучать и внедрять аккумулированный в различных сферах передовой международный опыт. Отдельное внимание подчеркнул президент, важно уделить социально-экономическому развитию территорий, то есть районов, за счет широкого развития бизнеса. По такими направлениям, как рыбоводство, птицеводство, крыльяководство, выращивание бахчевых культур, строительство в разрезе районов, тепличных комплексов. Подчеркнул президент важность дальнейшего развития хлопковых кластеров, поэтапного внедрения технологий капельного орошения. Прошло время, сказал глава государства, реализации сырца. Будущее за продукции с высокой добавленной стоимостью, конкурентного качества. Важно развивать в регионе плодовощеводство, виноградарство, а на создаваемых дыхканских хозяйствах на багарных землях активно выращивать дукатные и бобовые культуры. Есть возможности по возделыванию на землях кашкадарьи фисташки, горького миндаля. Области, подчеркнул президент, очень большой потенциал для проектов лесного хозяйства. Звучала статистика и по перспективам, открывающимся при развитии приусадебных хозяйств. Подчеркнутая важность активизации работы в социальной сфере. К примеру, по поддержке женщин, повышению общественно-экономической активности молодежи, по строительству и выделению льготных кредитов для молодых семей. Затем, посредством видеоконференц-связи, озвучили свои конкретные предложения представители районов области. Многие озвученные проблемы были решены на месте. Президентам были даны поручения ответственным лицам по решению обозначенных вопросов. А по занавесу встречи прозвучала еще одна глубокая мысль. Сегодня мы вместе пишем новую историю Кашкадари. А потому так важно сплотиться, задействовать все знания, силы, потенциал, понимая, что от вклада каждого зависит успех всей страны. Многие важные этапы в истории становления и развития Кашкадаринской области связаны с именем первого президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова. Как дань особого уважения этой выдающейся личности в центре Карши, по инициативе президента Шавката Мерзиёева установлен памятник. И сегодня к его подножию руководитель страны возложил цветы. Парк Ватан-Парвар, что раскинулся на 7 гектарах в центре Карши. Уникальный в своем роде объект был сооружен всего за год по поручению президента Узбекистана. Сегодня его осмотрел глава государства. Руководители страны подробно рассказали о возможностях этого парка. Итак, в чем же его уникальность? А в том, что он оформлен в военно-патриотическом стиле, со всей соответствующей символикой. Тут собраны легендарные экземпляры военной техники, самолеты, вертолеты, артиллерийские установки, БМП, танки. А это макет территории Узбекистана. Экспозиция рассказывает об истории нашей страны. Здесь в миниатюре представлен каждый регион со знаковыми для нашей страны личностями. Вообще парк по сути многофункциональный. Здесь 11 аттракционов, автодром, музей, амфитеатр, скалодром, лукодром, полоса препятствий, площадка для прыжков с парашютом. Мы представили президенту скалодром, который построен здесь, в Кашкадаринской области. По нашей просьбе его построили в олимпийском формате. У нас здесь трасса на трудность, трасса на скорость, вернее, она еще не докомплектована, будет докомплектована 15 метров высотой, там строгие требования. И с обратной стороны скалодрома есть еще болдеринговый зал, в котором будет третий вид скалолазии представлен. То есть вот три направления скалолазии олимпийского формата. В республике нет скалодромов пока что такого олимпийского формата. Это первый скалодром. Потом Шавкат Мирамонович обещал нам помочь в том плане, чтобы по регионам, в областных центрах, как минимум, создать сеть таких скалодромов. Всем, чтобы можно было заниматься и подтягивать молодежи к участию в олимпийских, в том числе, и играх. И просто потому, что скалолазание, оно полезно для здоровья, скалолазанием занимаются люди от пяти там у нас, детишки, до пенсионеров, скажем так. А это блиндаж, созданный здесь же, в форме музея. Президент Узбекистана спустился, чтобы ознакомиться с экспонатами. Экспозиция организована в хронологическом порядке, начиная с 1941 по 1945 годы. А КОП рассказывает об истории Второй мировой и ту, какую лепту в нее внесли наши соотечественники. В беседе с руководством Минобороны президент Шавкат Мерзиёев предложил почаще приводить сюда детей и проводить уроки начальной военной подготовки. Это даст очень хороший эффект в патриотическом воспитании подрастающего поколения, отметил верховный главнокомандующий. Кстати, именно по этой причине на данной территории создана секция по стрельбе из пневматического оружия. С детьми здесь работает профессиональный тренер. Такого парка в Узбекистане нигде нет, а потому он станет одной из главных достопримечательностей Кашкадаринской области, уверены специалисты. Концепция парка сделана так, что она отличается от других парков тем, что здесь парк не только развлекательный, но еще гуманитарно-познавательный для молодых. Еще парк назначен от 7 до 70 лет. Здесь будут самые новейшие технологии, голограммы будут, здесь будут виртуальные технологии, здесь будут интерактивные технологии по всему парку и внутри музея обделки. Здесь будет познавательный, очень интересно для наших молодых, для воспитания их патриотического духа. Уникальность этого парка в том, что в Узбекистане такого аналога этого парка еще не существует. После Шавкат-Мерзиёев осмотрел оздоровительный комплекс, что сооружен напротив парка в Атампарвар. Объект состоит из двух плавательных бассейнов размерами 25 на 11. Он также был сооружен меньше, чем за год. Комплекс предназначен не столько для того, чтобы готовить профессиональных спортсменов, а сколько для оздоровления детей. Во время обхода президент побеседовал с тренерами, которые поблагодарили главу государства за качественный и современно-оздоровительный комплекс. Кстати, объект имеет уникальную особенность – два бассейна. Один предназначен для девочек, другой для мальчиков. Прозвучало, что таких удобств, пожалуй, нигде нет. Кроме того, на втором этаже имеется тренажерный зал и другие помещения, которые должны быть в наличии в подобного рода современных спортивных сооружениях. На этом рабочая поездка президента Узбекистана в Кашкадаринскую область завершилась. Продолжение следует...